Привет, инелперы! И вы снова на прогулке с Юрием Пузыревским. В этом выпуске мы с вами поговорим о такой вещи, как критика, о таких вещах, как критика и обратная связь. Почему одно мешает другому, почему мы вообще не можем развиваться, и как можно... Точнее, мы почему без критики не можем развиваться, и как можно сделать урон от критики не таким разрушающим. Ну, ни для кого не секрет, что если мы не получаем обратную связь, то мы не растем и не развиваемся. Как это работает? Ну, просто элементарно. Можно взять, допустим, как пример развития моего YouTube-канала и развития меня как автора. Я приводил уже этот пример неоднократно в своих видео, но приведу его еще раз, потому что я считаю, что это важно и это очень показательно. Когда я начинал свой YouTube-канал, я снимал свои видеоблоги просто на старенький айфончик. У меня не было тогда понятия, как делать это качественно, как делать это хорошо. И вы можете даже на нашем канале найти видео, где я еще на фоне такой голубой стены, где еще у меня другая прическа, где я еще не так хорошо разговариваю, ну и так далее. Вы можете найти эти видео, я их намеренно не убираю, чтобы вы понимали, что развитие, оно присутствует, должно присутствовать везде. Так вот, когда у меня стали появляться первые зрители и первые комментарии, эти комментарии меня очень не радовали. Почему? Потому что они были достаточно разрушающими. Во-первых, люди придирались к моей речи, и некоторые даже говорили всякие нелицеприятные штуки, ну по типу, достань член изо рта, а потом начинай говорить. И я мог на эти вещи обижаться. Не могу сказать, что эти вещи были прям супер приятными. Но зато, благодаря этим комментариям, зато благодаря этой обратной связи, на сегодняшний день вы можете с кайфом и с комфортом смотреть видеоролики на нашем канале. И, по сути, тем людям, которые, возможно, хотели сделать мне больно или неприятно, по идее мы все сейчас, даже те, кто сейчас смотрит это видео, должны быть благодарны. Почему? Потому что эти люди, эти, называемые, хейтеры, в какой-то степени хейтеры, сделали наш канал лучше. Мне, естественно, стало неприятно, когда мне писали там достать что-нибудь изо рта, что у меня речь была нескладная, непонятная. Это тяжело было слушать. Следующая категория комментариев на нашем канале в те времена, в те далекие времена, была вот какой. Что меня плохо слышно. И действительно, меня было плохо слышно, потому что я не знал, как пользоваться. Вот видите, я сегодня прям с двумя микрофонами. Я не знал, как пользоваться микрофонами. Да и вообще не считал нужным пользоваться петличными микрофонами, потому что мне казалось, и так все хорошо. И когда мне писали люди обратную связь, они писали некоторые... Юр, хорошее видео, хороший контент, грамотная тема, грамотное изложение материала. Да, я уже начал работать над своей речью. Но очень плохо слышно. Это мне писали люди, которые умеют давать обратную связь. Некоторые люди, которые не умеют давать обратную связь, они просто писали, сначала купи микрофон, а потом начинай вести видеоблог. Это было тоже неприятно. Я им даже в ответ, знаете, что писал? Я им писал, что просто сделайте громче. Просто сделайте громче. И мне казалось, действительно, что можно просто сделать громче и не дурить голову. Но когда таких комментариев было слишком много, я стал задумываться, а может действительно, может действительно меня плохо слышат. Ну и пошел изучать, а как записывать звук, как записывать, чтобы тебя было хорошо слышно, ну и так дальше. Пошел учиться. Пошел учиться. Ну как пошел учиться? В интернет пошел учиться. Я к чему это все рассказываю? Что без обратной связи развитие практически невозможно. Еще один пример. Отсутствие обратной связи очень часто бывает у меня на индивидуальных сессиях, когда человек работает с бизнесом. и я прошу, ну он хочет свой бизнес улучшать, хочет улучшать продажи, понятно, качество оказания услуг. И я тогда предлагаю своему клиенту прийти либо на торговую точку, либо еще куда-то и посмотреть, а какие есть проблемы у сотрудников, какие есть проблемы у клиентов, какие есть вообще сложности для получения услуги. И когда этот предприниматель спускается на низ, на низ, спускается вниз, для него становится, появляется очень много открытий. Оказывается, там вот так, оказывается, мои сотрудники там не выполняют инструкции, оказывается, наши клиенты не знают, что у нас вот это можно купить, ну и так далее. Все это почему? А все это потому, что обратной связи не было у непосредственно собственника бизнеса и обратная связь с самого низа не доходила до верха. Поэтому бизнес не развивался. Поэтому периодически собственнику приходится спускаться в самый низ для того, чтобы получить обратную связь и для того, чтобы понять, как двигаться дальше и как, соответственно, развиваться. Так, мои хорошие, к чему эти все рассказы? Эти все рассказы к тому, что все-таки без обратной связи нам развиваться крайне сложно, а может даже и невозможно. Потому что, если у нас нету обратной связи, мы не знаем, мы делаем правильно или неправильно, делаем качественно или некачественно. Что можно улучшать? Иногда мы начинаем улучшать те вещи, которые не нужно улучшать, тратим на них ресурсы, а улучшать надо на самом деле другие вещи. И теперь мы перейдем к вот какому рассуждению. Что обратная связь, она в принципе есть всегда. Она в принципе есть всегда. И люди нам ее дают. Люди нам ее дают, только они нам ее дают либо преподносят не совсем в той оболочке, которую мы бы были готовы воспринять. Потому что, если вы на мое видео, любое мое видео, напишите Юра, твое видео дерьмо, то я просто этого человека сразу забаню и даже не буду разбираться. Ну, то есть, я закроюсь. А если человек найдет в себе силы и труд написать Юра, твое видео не самое хорошее, не самое лучшее, потому что раз, два, три, четыре, пять он перечислит мне пункты, то я это восприму как обратную связь. Но большинство людей к сожалению, к сожалению, к моему сожалению, не умеет давать грамотную, адекватную обратную связь. Они не могут говорить. там в формате гамбургера у нас на канале есть видео. Если надо, напишите, я еще раз запишу видео про то, как давать грамотную обратную связь, чтобы человеку хотелось выполнить то, о чем вы его просите. Напишите. Так вот, многим людям проще сказать, что ты на что-то не способен или то, что ты делаешь фигня или что-то еще в этом роде, чем дать какую-то конструктивную обратную связь, а что улучшить. простите, прохладно на улице, я делаю эти видео прогулочки с минимальным количеством монтажа, поэтому я живой человек, у меня тоже может чесаться в носу, щекотать. так вот, следующий момент, когда я занимаюсь мотоспортом, возможно, многие об этом знают, а кто не знает, ну, теперь узнаете, и у нас есть всевозможные компашки, и, конечно, в этих компашках есть люди, которые с большим опытом, есть люди, которые с меньшим опытом. Я, естественно, нахожусь на позиции, я только второй год занимаюсь, я с меньшим опытом, и мне не хватает обратной связи на самом деле о том, что я делаю, о том, как я делаю, и как это все улучшить. И все зависит, на самом деле, очень сильно от того, кто и как дает эту обратную связь, потому что когда у меня не получались некоторые элементы, которые достаточно были травмоопасны, люди разделились как бы на две категории. Первая категория это те, кто умеет дать обратную связь, а вторая категория те, кто хорошо едут, но не умеют давать обратную связь. И когда я спрашивал, скажи, пожалуйста, а что я делаю не так, что мне здесь надо улучшить, изменить, кто-то мне начинал рассказывать и объяснять, кто знает, кто уже сам прошел это, а кто-то мне говорил, думай головой, думай головой, прежде чем что-то сделать. И это две совершенно разные обратные связи. Первая обратная связь она развивает, потому что человек конкретно мне объясняет, что мне делать, а вторая обратная связь просто принижает меня, как человека, мол, типа, ну, что такое обратная связь, думай головой. Это значит, что человек подразумевает, что я головой не думаю или я на что-то не способен. Так вот, и такой обратной связи, ну, скажем так, не ресурсной, не хорошей, мы ее еще очень часто называем критикой, ее в нашей жизни очень много. И тут нужно признать этот факт. Ну, ее просто очень много. Почему? Потому что люди не могут адекватно давать обратную связь. И что с этим делать? Конечно, будет круто, если я вам сейчас скажу, что нам надо просто изменить отношение к этой обратной связи. Нам надо изменить отношение к этим людям. И звучит красиво, согласитесь. Но другой вопрос. Как это сделать? Когда меня критикуют, когда обесценивают что-то, как мне не защищаться от этого человека? Как мне этого человека не бояться? Как мне постараться расслышать в том, что он мне говорит, какое-то рациональное зерно? Потому что даже среди тех людей, которые мне писали всякие гадости на мои первые ролики в Ютьюбе. Даже среди их комментариев было какое-то рациональное зерно. Единственная проблема, что они не могли это преподнести нормально. И здесь, в этой связи, опять же, опираясь на вашу обратную связь, в прошлый раз я сделал выпуск прогулки с Юрием Пузыревским. Первый, пробный. И я попросил вас обратной связи. один из зрителей в комментариях, за что я очень благодарен ему, написал Юрий, классный формат, но было бы хорошо, если бы мы в этот формат привнесли некую практику. Пересказываю не дословно, но было пожелание, чтобы была практика, было пожелание, чтобы мы что-то еще и скажем так сделали. И поэтому я прислушиваюсь к вашей обратной связи и даю вам несколько важных вопросов и рекомендаций. прям специально подготовился. Что можно делать? Итак, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вас кто-то критикует или дает нересурсную обратную связь, какие вопросы себе можно задать, чтобы извлечь пользу из этого всего опыта? Итак, первый вопрос. Можно задать себе вопрос, что этот человек действительно хотел? потому что когда нас критикуют, нам кажется, что человек хочет испортить нам настроение, сделать нам плохо, надавить на нас, сделать какую-то ерунду, скажем так, в отношении нас. Но на самом деле этот человек хотел чего-то другого. И даже тот человек, который мне там писал, те люди, которые мне писали какую-то ерундистику, они действительно чего хотели? Те люди, которые мне писали, чтобы я достал мужской половой орган изо рта, они что хотели? Они хотели, чтобы моя речь была более четкой и более структурированной. Они не хотели меня унизить. Да, у них так вышло, но они хотели чего-то другого. Они хотели более внятного изъяснения от меня. Или те люди, которые писали мне про микрофон, всякие гадости, они чего хотели? Они хотели меня унизить? Они хотели сделать мне плохо и больно? Или они хотели просто слушать видео и смотреть видео в хорошем качестве? Поэтому первый вопрос, что действительно этот человек хотел? Что действительно он хотел? Мои дорогие, если вы досмотрели данное видео до этого момента, значит вы заинтересованы в более углубленном изучении техник саморазвития и техник коммуникации. В связи с этим я хочу пригласить вас на свой курс практик NLP. Это сертификационная программа, где вы получаете международный сертификат по окончании, если, конечно, сдадите экзамены, а я уверен, что вы их сдадите, если соберетесь учиться у нас. Вы научитесь техникам эффективной коммуникации, вы научитесь лучше понимать других людей, вы изучите техники эриксоновского гипноза и научитесь наводить транс на других людей, а также научитесь самогипнозу или по-другому медитации, и вы научитесь настраивать свое бессознательное на достижение ваших же целей. И ни для кого не секрет, что то, что мы из себя сейчас представляем в большей степени зависит от наших привычек. На курсе вы научитесь корректировать свои привычки, корректировать свое поведение и даже вы научитесь помогать корректировать привычки другим людям. Поэтому я жду вас на обучающей программе. А почему я вас жду? Ведь дело в том, что на такие мероприятия, на такие тренинги не собираются простые люди, собираются люди с определенными целями. И это очень важный ресурс и ресурсное окружение. Три месяца плотной работы непосредственно в контакте со мной. Это дорогого стоит. Поэтому ссылка есть в описании. Проходите регистрацию и увидимся на курсе. Следующий вопрос. Прямо законспектируйте эти вопросы, потому что они важны. Они прям, друзья, очень мощные и они очень круто помогают. Вот прям нереально круто помогают. я сам ими пользуюсь и этим вопросом уже обучил ни одного моего клиента. И тоже люди обретают внутреннюю силу и внутреннее спокойствие. Второй вопрос, который стоит себе задать, как это выглядит со стороны? То есть нам нужно стать как бы в третью позицию и посмотреть на всю эту ситуацию со стороны. Чем это помогает нам? Это нам помогает, во-первых, тем, что мы отключаемся от эмоций. Эмоции становятся намного меньше и нам тогда проще адекватно воспринимать реальность и действительность. А второе, нам взгляд со стороны на ситуацию помогает вообще ее оценить и степень значимости этой ситуации. То есть второй вопрос, как это выглядит со стороны? И третий вопрос, который я вот сейчас зачитываю. Смотрите, когда вы столкнулись с неадекватной обратной связью, как вам кажется неадекватной, разрушающей, критикующей, обесценивающей, задайте себе вопрос в отношении этого человека. А вообще этот человек, он способен мне дать обратную связь, которую он хочет мне дать в другом исполнении? Другими словами, способен ли этот человек мне дать обратную связь по-другому? Способен ли он по-другому разговаривать? Способен ли он формулировать свои мысли и поведение другим образом? Потому что чаще всего, ну вот, допустим, там, те люди, которые мне писали под моими первыми видеороликами, ну, всякую ерунду, там, и с матом, я задавая себе этот вопрос, понимаю, что скорее всего эти люди не способны просто общаться по-другому. Понимаете? Они этому не научены. Они не знают, там, формулы гамбургера обратной связи, ну, и так далее. И когда вы ставите этот вопрос, а способен ли этот человек вообще мне что-то другое сказать? вы сразу понимаете в 99% случаев, что скорее всего нет. Скорее всего он просто не умеет давать обратную связь в экологичном формате. И тогда, когда вы задали себе эти три вопроса, я их сейчас повторю, вы это воспринимаете действительно не как критику, а воспринимаете как обратную связь, и вы с этой обратной связью уже можете работать, и в этой обратной связи вы можете находить какие-то важные для вас ресурсные вещи, как я когда-то нашел то, что нужно использовать петличный микрофон, то, что нужно использовать хороший свет, нужно использовать камеру выставить по-другому, и так далее, что нужно работать над речью. Это все благодаря обратной связи, причем она если 100% смотреть, то на 80% она была такая хейтерская, 20% адекватно мне что-то предлагали и писали, а все остальное было такое, но эти вопросы они действительно помогают помогают сменить рамку, помогают сменить рамку критики на обратную связь, ведь если смотрите, если вот что касаемо обратной связи, что касаемо последнего вопроса, способен ли человек дать обратную связь по-другому, способен ли он на другое поведение, я вот сейчас вот тут гуляю и вокруг меня гуляют люди с собаками, всех собачников прошу простить за то, что привожу такую метафору, но если вы идете где-то и на вас лает собака, будете ли вы расстраиваться по поводу того, что на вас лает собака, будете ли вы переживать от того, что вы не понравились собаке, скорее всего нет и одновременно, а способна ли вам собака дать обратную связь каким-то другим образом, есть ли у нее инструменты для того, чтобы она могла дать обратную связь, нет, она может только лаять, то же самое с людьми, если вам кто-то там говорит какие-то вещи неприятные, скорее всего этот человек блин, просто не умеет говорить приятные вещи и тут как бы принять и простить, как говорится, повторяю вопросы, три вопроса, которые нужно задать, зачитываю, что действительно этот человек имел ввиду и что он действительно хочет, как это выглядит со стороны, и третий вопрос, способен ли этот человек дать мне обратную связь по-другому, способен ли он в принципе на другое поведение и на другое общение, практикуйте, превращайте всю критику, которая идет в ваш адрес, в обратную связь, да пребудет с вами сила, с вами был Юрий Пузыревский, давайте мне обратную связь по поводу прогулок, сейчас мы привнесли благодаря вашей обратной связи не только мои философские рассуждения на какую-то важную тему, интересную тему, но еще немного практики, по-моему, получилось очень круто, есть баланс, есть умные мысли, есть разговор, есть меняющаяся картинка, вам не так скучно смотреть и рассматривать мои книги, которые у меня за спиной обычно, и третий момент, есть практическое упражнение, которое можно брать и применять, буду рад получить от вас обратную связь по поводу этого ролика, и увидимся на следующих прогулках, до скорых встреч, верю во всех вас!